История добывает для юности разум стариков. На календаре последняя неделя мая. Мы предлагаем вам полистать календарь событий новейшей истории Шкаралы. Чем отмечен тот период в виде архиве нашего телеканала в рубрике «В то же время» в студии Дарья Разинова. Здравствуйте! Праздник маленьких принцесс прошел в 2007 году на сцене Декамени 30-летия Победы. Юные красавицы боролись за титул «Мини Мисс Морелл-2007». В конкурсе принимали участие девочки от 5 до 14 лет. Победительницы определяли в двух возрастных категориях – от 5 до 11 лет и от 11 до 14. Наша телекомпания учредила свою номинацию «Маленькая телезвездочка». Наш подарок – телевизор и памятный диплом достался 11-летней Юлии Чумаченко. С середины 90-х под влиянием Запада в русских школах стали проходить конкурсы с нерусскими названиями – «Мисс» и «Мистер Класс», «Мисс Школа», «Мисс Города». Затем эти конкурсы переместились на уровень общегородской, республиканский и всероссийский. В нашей республике конкурс «Мини Мисс Морелл» в 2007 году проводился не впервые. Отборочные туры, напряженные этапы подготовки, занятия хореографией, актерским мастерством. И, наконец, самый главный день для 26 участниц, каждый из которых рассчитывает на победу в финале. Перед началом конкурса члены жюри беседовали со всеми претендентками на главный титул, чтобы, как отмечают организаторы, оценить интеллект. А потом и умение держаться на сцене, красиво двигаться, танцевать. После недолгих двух конкурсов были отобраны шесть финалисток. На семью, в которой есть лежачий и тяжелобольной, выпадают очень серьезные испытания. Еще более трудными они становятся от того, что родственники больного попросту не знают, как правильно за ним ухаживать. Однако теперь такому уходу можно научиться. В 2009 году в Вишкороле открылась школа по уходу за тяжелобольными. Уникальная для привожья. Основная категория, на которую рассчитана школа, это родственники и близкие лежачих больных. Обучение проходят и медработники. Первыми служителями стали медсестры клинического госпиталя ветеранов войн, на базе которого и открыта школа. А в дальнейшем учебу пройдут и сотрудники других медучреждений, а также студенты медколледжа. Учатся в школе медсестры с многолетним опытом работы и говорят, что использование новых технологий дает отличный результат. Но на первом месте в обучении все же люди, которым нужно ухаживать за попавшими в беду родными. Для них это не только учеба, но и так необходимая психологическая поддержка. Школа начала работу две недели назад, и за это время ее уроки посетили уже несколько десятков слушателей. Мариэлл выходит на мировой рынок халяльной продукции. Об этом мы сообщали в конце мая 2011 года. Птицефабрика Акашевская стала первым птицеводческим предприятием в России, которое поставляет халяль из мяса птицы в государство мусульманского сообщества. Отмечу, что право производить халяльную продукцию птицефабрика Акашевская получила в начале 2011 года. Для мусульман всего мира халяль, что в переводе с арабского означает «разрешенный», это продукты, производимые строго по мусульманским традициям. Требования к такой продукции очень высоки. Ответ на вопрос, что такое халяльная пища, хранит одна из величайших религий мира – ислам. Согласно всем канонам, кубу и птицы, предназначенные для халяльной продукции, допускаются только совершеннолетние мужчины-мусульмане в здравом уме. Они хорошо знают, одна из особенностей халяля – животное должно быть заколото строго вручную. Не допускается употребление птицы, которые умерли естественной смертью или были убиты другими запрещенными методами – электрошок или механический зарез. Инструменты, специальные ножи, работа только в перчатках и масках. Чтобы увидеть своими глазами весь процесс производства халяльной продукции, на птицефабрику Акашевска из Ирана прибыл исполнительный директор Исламской палаты исследования при организации «Исламской конференции» Абдулла Хусейн Факхари. Это и стало отправной точкой для развития внешнеэкономического сотрудничества Мариэл со странами исламского мира. Будут ли они в будущем пожарными? Вопрос спорный, но пока пытаются и даже принимают опыт. Более 200 человек из Мариэл и пяти соседних регионов в эти дни прошлого года соревновались в силе, выносливости и храбрости. На базе лагеря «Сосновая роща» стартовали 12-е межрегиональные соревнования «Школа безопасности» в конце мая 2014 года. Школьный, муниципальный, региональный и межрегиональный. Ежегодно во всех уровнях школы безопасности по всей России принимают участие более 2 миллионов спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет. Хотя, по словам организаторов, к участию могут опускаться участники и помладше. Главное требование – крепкое физическое здоровье. В этом виде спорта поблажек нет никому. Потушить горящий бензин, перепрыгнуть через высокое ограждение и все это с пожарным стволом. Для этих детей не составляет особого труда. Всего в программе соревнований 8 заданий. Здесь и полоса препятствий, поисково-спасательная работа и маршрут выживания. Если ранее школа безопасности носила статус лишь республиканских соревнований, в этом году решением главы республики мероприятию призвоен статус открытого с приглашением команд из Привожского федерального округа. Так, в детский оздоровительный лагерь «Сосновая роща» съехали 17 команд из Татарстана, Мордовии, Удмуртии, Пензы и Саратова. Участники отмечают, у Морилы есть все шансы завоевать право на проведение всероссийских соревнований. Что примечательно и для проживания участников, созданные в прямом смысле полевые условия. И даже несмотря на то, что на территории лагеря достаточно домиков со спальными местами и элементарными удобствами, живут дети в палатках, готовят еду в котелках, а для личной гигиены предусмотрены банные часы. По словам организаторов, эта закалка необходима, ведь формирование у детей навыков поведения в экстремальных ситуациях – вот одна из основных целей этих игр, похожих на зорницу. Такими событиями в жизни республики запомнилась последняя неделя мая на календаре нашей телепрограммы. Увидимся в следующую пятницу в эфире телеканала «Регион-12» в то же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова